всем привет дорогие мои дорогие мои подписчики и гости моего канала нашего с кузькой всем спасибо дорогие мои за лайки за комментарии да мы конечно с кузей да мы конечно уже соскучились но пока у меня не было возможности снимать видео но сейчас немножко даже голос получше стал поэтому поэтому наверное можно уже вот кузя у нас вечер воскресенье кузенька возлегает до на лавочке и у нас красота у нас пиона цветут полным ходом пусть ужин отпадешь кашку я ему вынесла да ты смотри там а то сейчас кто-нибудь уведет кашу кошечка каем придет да 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 эти куши иди куши пойдем пойдем о куся там кошка идет . точно кс 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 он идет кс 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 сейчас придет кашу съест пусть ну как я все время говорю должно слюноотделение вы пойти до ну а я вам показываю какая у нас красота давайте поделюсь ой даже не влезает даже вся красота вот это не влезает это ребята зацвел жасмин он конечно он конечно только начал зацветать он будет это будет вообще просто белое облако ну надеюсь что у меня нормально все будет со здоровьем и я буду конечно почаще снимать так вот здесь у нас смотрите какая красота да здесь красота а самое главное у меня ребята зацвели пионы вот это прям вообще сорт нереальный какой-то прям вообще прям по моему он называется пломбир он прям какой-то нереальный красиво что у нас еще какая красота вот наконец-то наша спирея зацвела розами цветочками вы помните когда ранее весной какая красота была здесь так вот это конечно безобразие надо будет не выдернуть опа извиняюсь ну что делать я не могу мимо пройти так на дорожку положу я потом потом его обязательно пропали этот кустик ой какая шикарная спирея ну и если бы это дело снимать днем то здесь конечно шмели видео видимо-невидимо да еще смотрите какая у нас красивая шикарная елка да правда а мы ее сажали она у нас на льду такую маленькую выкопали где-то в лесу она была сантиметров наверное максимум мне кажется сантиметров 30 прям вот маленькая маленькая и посмотрите какое чудо красивое выросло правда красота так ой ну груш у нас груш у нас конечно будет опять это ранее груша да я вам показывал как она цвела но она как-то вся примута завязалась но молодец что я могу сказать все замечательно все замечательно ой ну наверное придется опять круглый столик выставлять их угощать соседей жители всех на всех жителей нашего поселка видите какая спирея красиво это еще не зацвела вот только начинает здесь немножко а вот это прям шикарная прям зацвела розовыми цветочками вот это прям вот этот сорт настолько удачный что она прям вот мне кажется и весной меняет два раза цвет и летом два раза пару раз меняет свой вид и осенью даже по моему что-то будет другое ну будем снимать смотреть наблюдать до пионы у меня тут зацвели но и конечно безобразие это у меня тут не подвязано но все равно хожу как пчела с цветочка на цветочек и нюх созерцаю ну конечно немного поздновато я вышла но не было у меня сил ребят не было у меня сил вот такие красивые большие цветки были цветы да и зацвела моя любимая гвоздичка она такая вроде седая но цвет у нее прям такой нежненький нежненький вот красота моя зацвела что еще дальше вот а вот на этих пионах я вам шмелей снимала после того когда пчел поддержишь до занимаешься пчелами то я абсолютно уже не боялась а раньше я конечно очень боялась насекомых правда да а теперь у меня страх прошел и любого шмеля пчелу могу прям с близкого расстояния снимать такая красота представляете вот вышла полюбоваться и думаю надо с вами делиться прямо это вообще иначе все отсветет а вы у меня вот эту красоту ты не увидите видите здесь белый куст у меня где-то еще был здесь но может быть он просто немного в тени был еще даже я помню насколько я помню фиолетовый сажала да а это флокс у меня такой необычного цвета здесь сидит ну видимо его с пионами ему тяжеловато ужиться надо будет пересаживать кого-то потому что пионы прям хорошо разрослись красота даже розочки у меня зацвели видите ну конечно я такой знаете с розами я вообще нифига не умею на него по-честному говорю заниматься ну удивительно как-то они у меня еще выживают да вот здесь были розовые да но вот еще остались осталась красота которую можно конечно показать еще будет распустится а вот там темно-бордовые у меня так ну пошли дальше смотреть что у нас еще что у нас еще новенького ой божечки даже здесь груш много дерево такое знаете тут уже одна ветка отвалилась в него тарая из-за того что очень много плодов было и как тут мы вроде думали но убрать его жалко она же она же растет она же живое поэтому ну вроде живет но пусть живет что нам место мало немало так туда уже в тени идиом что у нас здесь киви по-моему меня комару кусил ой киви пока я не вижу пока только куча цветов еще намечается а нет это уже зависть это уже плоды это уже не цветы это мне для этого нужно было приблизить все это дело но слушайте вон там прямо наверху как много ну да но чем красота для любителей киви я киви вообще не люблю это мой это был мой эксперимент и он удался но помимо меня не все же не любят киви правда кто тоже любит вот красота пионная пионная красота а сейчас сейчас я вам покажу покажу ой солнышко конечно уже спряталась мои клематисы смотрите какие красивые правда красота прям с мой рост прям цветочки цветочки да а вот это прямо тоже это это еще крупнее цветок это тоже но он только немножко чуть-чуть запаздывает но будет их тоже много в общем я здесь в этом месте сажала разные клематиса мне очень хотелось даже вот это вот вот это вот это такой сорт клематиса да у него такие цветочки интересные листочки интересные а цветочки там маленькие ну что виноград вроде завязывается виноград надо будет походить мы мне по прищипывать верхушечки это я сделаю обязательно так это мой огород видите видите какая красота и укропчик и все так откуда-то картоха вылезла вот тут не сажали я какая-то маленькая была вот лучок дергаем чесночок тут вот эти перышки дергаем даже редиску уже едим на общем у нас тут уже главным ходом сейчас я вам покажу увидите видите редиска такая вещей вели куча его конечно надо нарвать и наверное за посолить на зиму это все не сложно но для всего нужно силы они у меня пока пока не совсем вернулись так у меня даже смотрите ребят куча какая смотрите сколько клубники блин ой надо завтра наверное мне здесь пройти с какой-нибудь мисочкой вы представляете какая красота я вообще раньше очень очень клубнику но как-то мне это очень по душе было я клубника любила заниматься я у меня клубника всегда рано было и я даже делилась мне не жалко было я и кустики давал и усики давал я прям всем кому надо всем давала делилась да ну конечно вот это у меня сейчас безобразие потому что когда цветет клубника усы оставлять нельзя надо все прищипывать и все это обрывать просто берешь вот так вот и обрываешь иначе будет ягода не мелкая и толку никакого не будет это я конечно вам показываю но в моем понятии это мелочь пузатый это не клубника у меня клубника конечно была такая у большая а потом у меня тут сортов много я уже правда ее извела и она у меня здесь есть и которые без конца выбрасывает свои цветоносы и вплоть даже до того что можно ее она вот сейчас даст плоды а потом ее можно покосить прям реально косой она еще потом выбросит цветоносики так но здесь тоже укроп плантация нормально пошла так надо мне где-то помощника искать наш помощник свалил я знаю что он будет смотреть это видео поджидим не думай мы про тебя помним но но ты обещал вернуться но как-то так очень все размазано все и непонятно поэтому надо что-то мне кого-то здесь порядок привести вызвать помочь так перчик ребят скоро будет видите скоро цветочки пойдут да скоро цветочки пойдут а это у нас уже огурчики скоро будут огурчики буду скоро их подвязывать смородина у меня здесь белая тоже вроде как чего-то будет но шикарно белую красную люблю смородину с красной вообще компот шикарные жилье шикарная так вот это у меня красненькая не прав не так много но по крайней мере даже с этого количества я в том году наделала компоты и это прям вообще зимой такая вкуснота была их наверное мне кажется первые приговорил сама так и и новичок куда-то пошел кузьма бит и моя зая до пионы пионы красивые да что-то обсыпается что-то еще будет надо немножко поливалки на и мне принести и вот еще будет даже пионы ну-ка понюхать нужно можем как она пахнет о прям прям на душе даже прям радость какая-то появилась но надо посмотреть может быть я даже успею себе какой-нибудь букетик нарезать вот такая красота представляете такая красота она вот вот здесь еще только будут у меня не вроде вроде разные я сажал разные это у меня старые пионы такие самые первые они со мной можно сказать путешествуют я их давно давно привезла со своей другой дачи ну который уже нас нету но потому что здесь было поле ничего не было и вот я их привезла и так вот постепенно я их рассаживал пересаживала и вот такое количество у меня теперь их получилось можно уже еще наверное мне их рассадить и будет красота представляете это прям вообще вот я вам сейчас покажу насколько крупная у меня рука очень крупная я уж умашу так мажу и конечно я конечно думаю что вы понимаете что это была шутка рука у меня крупные такие цветы а вот это вот я его называю сорт яичница по моему он называется ну конечно много уже облетела да но все равно еще что-то будет даже такой вот необычный пион да красота правда а это какой-то тоже белорозовый а это уже более махровый вот ну что вам дорогие мои еще показать ирина бичу видимо поел да ты поел кузьма ты моя зая ты поел вот и боже мой комары что такое комары нападают кузя надо бегать давай им видимо тоже каши хочется но они хотят попробовать пойдем на ту сторону там хотя бы ветерок немного иди туда ложись глупости калорий еще я буду расходовать до а я у меня сейчас диета прям замечательная прям вот прям лето только на диету садится похудательная и жирного не жареного у ковареная мой красота сливы будет много и сливы будет много я смотрю и похоже уже скоро совсем скоро будет черешня немного осталось дать она уже такая прям такая вся такая а еще у нас сейчас я вам покажу у меня как всегда к весне где-нибудь лежит в холодильнике не в холодильнике в погребе внизу пакетик картошки и вы представляете мы посадили картошку да она у нас уже вот такая вот меня по коленку так что вот уж голодное мы точно не будем у нас будет своя картошка ну в общем все что я вам хотела показать ребята да я понимаю что вы соскучились чтобы не понимаете что происходит то снимала снимала то куда-то пропало вообще непонятно этот блогер нет я здесь я с вами немного правда нужно подождать с рецептами потому что мне мне сейчас немного сложно готовить но а потом я же сама должна это все и скушать поэтому не переживайте никуда мы не пропали мы здесь с вами никуда мы не уехали о кузе убежал видимо точно туда пошел на эту сторону ну конечно скажу посмотрю ну скажите что с животное ничего не понимают все они понимают сейчас я схожу посмотрю так ой здесь заросли здесь прям хорошо прохладно ну как я и сказала да ты моя зая да а здесь ветерочек дома здесь комаров нет вот молодец послушал сиди на лавочку иди мой хороший давай давай иди ложись и дела 6 на лавочку ты моя зая давай 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 пошли шага 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 вперед давай вот смотри какой здесь ветерок и комаров не будет с такой это можем у косты переел что ли вот такой прям попка то не подымается дома ну все всем хорошего вечера берегите себя всем мира добра и любви а пока пока пока